Мир вам! С вами Михаил Маргулис и наша программа с таким необычным названием «О времени, о жизни, о себе». Но у нас сегодня особый день. Сегодня мы находимся в канун Нового года. Вот только что прошло Рождество, а вот такой Пакидюк, Виктор Пакидюк написал песню на мои слова. Давайте я вам прочитаю. На всякий случай мне снился сон, прекрасный сон, что я люблю, и я влюблен. И в этом сне, как по весне, летело Рождество ко мне. Идет Христос и Рождество, а значит, будет торжество. И Бог любовью много раз согреет нас, согреет нас. Зимой может быть весна, если в душе цветы Христа. Любовью Он цветы полил и нас с тобой благословил. Не страшен нам любой мороз, зимой возможен сад и взрос. Если Христос их сам полил, то Он любовь нам сохранил. Господь мне открывает дверь, с Иисусом счастлив я теперь. И ближнему я вам кричу, я вас, тебя, я в Господе люблю. И вот припев такой был, мечты, надежды принесет, печаль из сердца унесет. И будет с нами Рождество, земли, небо, торжество. Но я специально напомнил нам о Рождестве, потому что это праздники сливаются вместе. И вот Новый год, от которого мы ожидаем много свершений, много прекрасных. Знаете, ни одного года не бывало, чтобы люди себе желали чего-нибудь плохого. Все хотят счастливого. Все 7 миллиардов людей просят, чтобы Бог дал им Новый счастливый год. И мы с вами просим. И вот меня попросил Павел Петровец, говорит, дайте 5 пожеланий вот людям, которые вас слушают, любят, которые уважают. А я для всех, не только тех, кто любит, слушает и уважает, а просто для всех. Неважно для нас, любят ли нас в ответ. Главное, чтобы мы любили это по Христу. Я вам еще раз повторю сегодня. Вот первое мое пожелание Михаила Маргулиса в новом 2018 году. Вам лично, чтобы царем вашего сердца был мир. Чтобы в сердце был мир, хотя многие вокруг нас хотели бы, чтобы в наших сердцах была война. Даже наши друзья, наши люди, которые улыбаются нам, они хотели бы, чтобы была война. Не говоря уже о наших врагах, но помним слова Христа. Мир я даю вам, дети мои, не так, как мир дает вам, не так, как вокруг нас, а как дает наш Отец Небесный. Пусть мир живет в вашем сердце, чтобы слова апостола Павла, уже не я живу, а живет во мне Христос. И все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, чтобы они жили в вас, и тогда будет жить в вас Христос. Чтобы было второе пожелание, чтобы жила в вашем сердце любовь в новой заповеди Христа. Помните эту заповедь, эту великую заповедь, которая перевернула мир, сделала его другим, сделала из мира жестокости, добавила в нем любовь. Хотя жестокости нам и так хватает. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Пусть эта заповедь живет в нашем сердце. Не просто любить, любить, повторять, как мы все умеем и повторяем бесконечно. Любить, любить, любить и не любим. А чтобы слова Христа, они постоянно жили в наших душах, сердцах. И третье пожелание. Чтоб дух радости, дух силы и дух смирения наполнял вас целый год. И меня тоже. Чтобы мы продолжали любить, несмотря ни на что. Даже если нас осуждают, проклинают, позорят, неважно. По Христу нам надо продолжать любить. Это может быть не вполне по-христиански, как некоторые понимают, а по Христу это важно, это правильно, это необходимо продолжать любить. И четвертое мое пожелание. Молитвенно прошу благословения для всех верных Господу. Ибо у нас могут быть в жизни и деньги, и друзья, и верные партнеры. Но если не будет Божьего благословения, ничего не будет, все разрушится. Я это много раз видел в жизни. А вы видите, глядя на мои волосы, что я не только что рожден, я много видел. И знаю, что Божье благословение может дать много всего в жизни этой. Из Божьего благословения ни деньги, ни друзья, ни партнеры, ни жены, ни мужья этого благословения дать. Их смогут. Будьте благословены в Господь. И пятое, и пятое, последнее, наверное, хотя много хочется вам сказать. Чтобы вы помнили, что вера, надежда и любовь, все это важно. Библия говорит, вера, надежда и любовь. Но Библия подчеркивает, что любовь наипаче. То есть самое главное. Без любви, я вам скажу откровенно, нет жизни. Это просто существование. Биологическое существование. Только любовь Христа, которая может наполнить нас, которая может дать больше любви к человеку, и дает больше любви к человеку, делает наше существование жизнью, полноценной жизнью. Я прошу, чтобы Господь, чтобы... Я прошу Бога, чтобы любовь побеждала все сплетни, все наговоры в этом мире, лицемерие, обман, который есть, который присутствует в нашей жизни. Вы знаете, что многие, которые кричат о любви к Христе, о лицемеры и сплетни. И пусть в этот момент присутствия, прихода Нового года, сердца их озарит. Любовь Христа, которая очистит их от этой скверны. Я это обращаюсь к каждому из вас, кто слушает нас, а те, кто не слушает, передайте им. Ибо любовь Христа важнее всего вокруг нас. И чтобы мы могли, еще очень важно, любовь Христа отразить в нашей земной грешной жизни, несправедливой серой жизни, но любовь Христа, когда мы ее отражаем, она свидетельствует любви о Его любви, небесной, которая присутствует на земле. И хочу закончить такими словами. Новый год, земля все кружится, мчится 21-й век. Если с Богом, то все сбудется. Будешь счастлив, человек. И я желаю вам в новом году абсолютно счастливых дней, дней наполненных радостью, дней улыбок, дней, когда вас будет согревать тепло и Христа, и ваших близких, дней, которые будут приносить вам счастье, ежедневное счастье. Каждый человек в этой жизни заслуживает любви счастья. Будьте благословены и счастливы. В новом году с вами был Михаил Маргулис, который вас искренне любит и благодарит Бога за вас. Всего доброго! Храни вас, Господь!